Ура! И снова здравствуйте! История с кровавой Мэри пришла тебе по вкусу. Хм, ну что, я рад. Сегодня будет не менее интересная история. К тому же она очень близка к самой игре. Мы поговорим о мистике в Майнкрафте. Мне часто говорили о существовании какого-то длинноногого. И мне интересно, кто это. Давайте я вам расскажу его историю. Один игрок, скачавший пиратский Майнкрафт, столкнулся с проблемой. Он начал встречать отрубленную наполовину листву. Большие ямы. И вовсе деревья без листвы. Иногда он встречал таблички, на которых было написано «Килл». Может быть, там есть и что-то еще. Когда человеку удалось встретить данное существо. У него вылетела игра с ошибкой под названием «Килл» и номер ошибки. После этого многие пользователи поделились на два лагеря. Одни говорили, что это все выдумка. Другие же опровергали эти слова. Различными скринами, фотографиями и даже видео. Другие же опросы. Сегодня Гога отправится именно туда. В туманный мир. В мир, где его, возможно, ждут опасности. И ему будет необходимо узнать, существуют ли длинноногие. Не забудь подписаться и поставить лайк. А если и комментарий напишешь, цены тебе не будет. Приятного просмотра. И надеюсь, на этот раз Гога не вляпается в неприятности. Айоп! Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Гога. И, как вам уже рассказал наш друг, кстати, его имя я узнал. Его зовут Эш, что в переводе означает «пепел». Свою историю он пообещал рассказать попозже. Вот. А сегодня у нас история, так сказать, наверное, даже миф об длинноногом. И для того, чтобы попасть, так сказать, в его мир, возможно, его встретить, возможно, встретить какие-то непонятные вещи, нам необходимо ввести ключ генератора, который означает код ошибки, которая высвечивается, если его встретить. Ну, давайте попробуем, типа, почему нет. Мы создаем мир. Включаем бонусный сундучок. Потому что я увидел, что такие же, как и я, ребята, которые пытаются найти какую-то мифику, найти какие-то секреты. Они частенько включают этот сундучок. Он помогает на старте. И с ним намного, намного проще живется. Играем мы с теми же модами, что играли и раньше. Нифига себе. Однако, прям хорошо нам навалил сундучок. Не всегда так происходит. Так, ну, мы появляемся, собственно, вот в таком мире. В таком, казалось бы, обычном мире, что ли. Обычный биом. И ничего странного, в принципе, мы с вами не видим вроде. Тюльпаны растут, животные бегают. Вот. Сама таинственность этой истории гласит о том, что на этом биоме, на этих координатах, можно встретить длинноногого. Его история, в принципе, прям какой-то конкретной истории у него нет. Он просто появляется по непонятной причине. Точнее, сначала есть, знаете, предвестники беды. То есть, сначала это обрубленные листва, обрубленные наполовину деревья, таблички. Не знаю, возможно, что-то еще мы сегодня увидим, если вообще хотя бы что-то увидим. Также внимательно осматривайте окрестности. Потому что, в основном, по историям из интернета и раньше, которые писали ребята, то он чаще всего с вами не взаимодействует. Он просто следит за вами. Ну вот, сегодня мы и посмотрим, будет ли за нами кто-нибудь следить. Забыл я сундучок забрать. Что это мы, так сказать, его будем оставлять, правильно? Вот, у нас все, в принципе, по-обычному. Начнем потихонечку развиваться. Будем добывать. Будем строить. Как будто бы это просто обычное выживание. Никаких тотемов сегодня мы строить не будем. Потому что я не вижу в этом никакого смысла. Если Длинноногий и правда существует, то я думаю, он появится и так. Но лично я в это не верю, потому что это какой-то бред. Также есть легенда. И причем достаточно такая, знаете, правдивая легенда, в которую можно еще поверить. Что Длинноногий это, так сказать, небольшая выдумка самих создателей Майнкрафта. Потому что он появляется только на пиратских серверах, на пиратских Майнкрафтах. И это сделано для того, чтобы запугивать детей, которые играют в Майнкрафт. И чтобы они покупали лицензионную версию Майнкрафта. Насколько это правда, я не знаю. Но, как вы понимаете, я сегодня на пиратской версии. Да и, в принципе, всегда на пиратской версии. Вот. Раньше я никогда ничего такого не замечал. Но поэтому есть, типа, Длинноногий. Он не должен нас как-то атаковать. Вот. Ну, в этом я не знаю, насколько это странно. Просто небольшое озеро лавы. Странная такая ямка. Кстати, вот ямы тоже большие. Это предвестник беды. Ну, точнее того, что присутствие нашего, так скажем, сегодняшнего друга, оно реально. Ну, будем смотреть. Вот так вот я, кстати, выгляжу. Наконец-то я приоделся. Много нам досочек, кстати, дают. Это хорошо. Досочки. Это прям топ. Но надо еще деревца нарубить по-любому, чтобы построить сразу дом. Чтобы таких проблем, как с кровавой мэрией у нас не было. Что мы несколько дней просто были без дома. Сразу сделаем дом и от него уже будем действовать. Также попробуем посетить у нас пещерки, которые у нас появятся. Потому что про пещеры тоже много чего сказано. Что он часто появляется в пещерах. Часто появляется после того, как вы посетите пещеру. И также можете написать в комментариях, пробовали ли вы найти его. Пыталось ли у вас. И что вы вообще по этому поводу думаете? Существует ли вообще какая-то мистика? Какой-то мистический сид. Где можно встретить кого-то или что-то. Мы, кстати, хотим кушать. Поэтому предлагаю хлебушком закинуться. Хорошо, отлично. Каменный топор дает нам хороший буст. Мы сразу можем повырубать деревья, которые рядом. Цветов прямо здесь очень много. Такая, знаете, лужайка цветочная. Красиво выглядит. И, кстати, первая пещерка рядышком. Поэтому предлагаю сделать сейчас каменную кирку. А мы ее не сделаем. А нет, сделаем. Вот сделаем каменную кирку и посмотрим, может что-то получится добыть. Главное действовать аккуратно. Действовать желательно побыстрее. Чтобы к первому... К первой ночи у нас уже был дом. Хотя бы без кровати. Но чтобы мы могли просто хотя бы там остаться на ночь. А не бегать от монстров. Потому что монстры в Майнкрафте, они такие, знаете, прям очень злые. Прям залежь углей каких-то. Реально прям очень много угля здесь. Так же, если вы следите, в принципе, за такой темой. А скорее всего, вы следите, если вы смотрите подобные ролики. То можете написать какую-то свою историю. Может быть, вы знаете историю, которую не знаю я. Которую можно проверить. Напишите сид, напишите историю. Я обязательно туда загоняю. Ну, кстати, вот это вот странно. То есть... Какая-то расщелина, что ли. Или даже не знаю, как это назвать. Она достаточно такая криповая, что ли. Ну, та подстава, конечно, прям вообще жуткая. Можно было бы там сейчас упасть и все. Что это за музыка была? Вот сейчас вообще мурашки полетели. Я не знаю, на записи это, скорее всего, было плохо слышно. Поэтому я предлагаю немножко музыки вам поднять. Ну, опять же, сделаем небольшой дом. Наверное, я не знаю. Давайте... Вот так вот. И вот так вот. Вполне себе, мне кажется, нормальных размеров домик. Для выживания. Здесь пускай у нас будет дверка. Может быть, даже в будущем его двухэтажным сделаем. Для того, чтобы следить, просматривать. Сделаем там стекла. Чтобы было, знаете, хорошо видно. Потому что, по идее, данное существо, данный длинноногий, он прячется в тумане. Сейчас у нас достаточно не туманная погода. Итак, ну что, ребятки. Почти я достроил домик. Сейчас решил сделать себе пол. Раз уж выживать, так выживать. Потому что непонятно, сколько надо потратить времени. Чтобы хотя бы что-то встретить. Я не знаю, сейчас уже ночь. Поэтому... Ну, по звукам вы слышите. Уже пришли, так сказать, ребята, которые хотят заселиться в мой хаус. Итак, друзья. Ну что, наконец-то наступил у нас день. Домик я достроил. Немножечко, так сказать... Интерьерчика добавил. Такую полосочку интересную, красивую. Ну и нам надо... Так-то дела уже делать. Вот. Ничего вроде не происходило такого прям странного. Пока я стоял АФК и ждал, когда наступит день. Пришли три зомби. Я их отправил на тот свет. И, в общем-то, и все. Пока что как-то так. Думаю, пару ночей я еще точно проведу. Да, дальше, не знаю. Туман, правда, усилился, насколько я понимаю. Потому что я прям... Начинаю херовато видеть вдаль. Но... Повторюсь, вы главное следите. Потому что я во время геймплея сейчас могу... Что-то где-то не увидеть, да? Мало ли, это гадюка где-то стоит и уже смотрит. Но мы пока ничего не видели, да? Такого там... Ничего странного обнаружено не было. Добудем нам хавчика. Потому что хавчик идет реально... По пиде. Но с деревьями вроде все нормально. Дефолтненькие деревья. Далеко от дома уходить не буду. Блин, мне знаете, что надо? Мне срочно надо... Саженцы сами падают. А... Вот это, кстати, странно. Потому что я здесь ничего не рубил. Запомнили. Странность номер 1. Так, нам нужны камни. У меня печки до сих пор нету. Я не могу жарить. Звучит так, я согласен. Не могу пожарить еду. Так. Надо быстрее. Заходим в верстачок. Делаем печечку. Так, уголек у нас в сундучке. Все, жарим. Получаем кайфы. Солнце садится. Как раз мы успели. Так что проведем эту ночь, еще одну ночь дома. А на следующей уже надо будет поискать овец и сделать кроватку, чтобы пропускать ночи. Хотя, поговаривают, что ночью как раз вся движуха и происходит. Поэтому будем смотреть, произойдет что-нибудь у нас или нет. Уже, получается, второй день мы прожили. Сейчас ночью будет третий день. Ну, все. Вернусь, когда будет день. Чтобы вам не смотреть, как я АФК буду ждать свою жареную свининку. Ребят, включаюсь экстренно. Дожариваю, значит, я себе свининку. И, ну, как обычно, выхожу. И то, что происходит вот здесь, мне вообще не нравится. Я не знаю, может быть, это как-то от лавы туда пришло, но я сомневаюсь. Ну, просто весь лес, он горит. Но об этом, ну, не было в истории написано. Такого никто никогда не замечал. Я не знаю, возможно, там лавы тоже есть. Надо будет обязательно сходить посмотреть. Но это прям нагоняет жуть. Даже нормально свининки поесть. Потому что у меня уже даже сердечки начали тратиться. Ну, вроде никого не видно, правильно? Надо, кстати, стекло сделать. Вроде никого нет. Ну, скелетон, ты чё, брат? Ладно, я не хочу с тобой драться. До сих пор всё горит. Я не знаю, насколько это нормально в Майнкрафте. Напишите в комментариях, это нормально, когда у тебя просто лес начинает гореть. Ха-ха! Ой, блин! Гори-гори, козёл! Гори-гори! Опа! ПОДОЖДИТЕ, ЧЕГО! ПОДОЖДИТЕ, ЧЕГО?! ПОДОЖДИТЕ, ЧЕГО?! Я... Браток-то ничего не попутал? Чего не ждёшь, того не ждёшь Вот это что такое? Да ну... Да ну не... Так, ты мне нужна овечка Хотя какая в жопу овечка? Какого фига? Третий день, если что, ребят Третий день наступил С той стороны полностью начал гореть лес Здесь либо пустые Либо наполовину Но не все И пещерка есть Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Кто-то прикол делает, правильно? Да, конечно, всё случилось в одну ночь И деревья сожлись, и здесь деревья, листва пропало либо наполовину И табличка с ошибкой, ну да Что же еще? В жопу Я не хочу Я не хочу играть в такие Майнкрафты, ребята До сих пор горит Короче, ребят Снова наступила ночь Снова я без кровати Потому что у меня только два блока Не нашел я овец Пошел дождь, я решил пойти домой Так же до сих пор, ну, никого не вижу Никто за нами не следит Никто не смотрит Больше странностей вроде даже никаких и нет Деревья целые Хотя вон там тоже листва пострадало немного Ну, вроде никого ничего не видно Хизы Ладно, дождемся утра Пробежимся, быстро посмотрим Может быть что-то еще появилось И я думаю, можно отсюда уваливать ноги Потому что Ничего Тут Нет Не знаю Если у вас есть желание Вы попробуйте Походить на этом сиде Посмотреть Потому что Все-таки Наводит жуть То, что здесь происходит Эти таблички Мне кажется Тоже неспроста Так же я видел Как некоторые ребята Создавали Некоторые Призывающие Тотемы Насколько они тоже Правдивые Я не знаю И работают ли они вообще Но После этого у них происходило Тоже достаточно Аномалии Много было На самом деле Очень интересно Реально ли существует Что-то Подобное Я не знаю Что-то такое Прямо Чтобы Вааа Не знаю Не видно Не видно Ничего не видно Тем более Дождь Ночь Все Ждем утро И Встретимся с вами Короче Ребят Я не знаю Сколько Еще будет длиться Эта ночь Или вообще Уже день Потому что Уже достаточно светло Но дождь до сих пор Идет Но зомби Не горят Поэтому Я не знаю Вот так что Я не знаю Типа Когда уже Это рассветет Но я предлагаю Уже пробежаться И Потом вернемся в дом И подведем итоги Что мы вообще С этого Получили Может пещерки Что-нибудь Есть Нет Но странные Да Пещеры Очень странные Ой Какой здесь Противный звук Как будто бы Что-то Ребит Это дождь Деревья Вроде больше Не тронуты Никаких Длинноногих Мы с вами Так и не встретили На самом деле Жалко Было бы Интересно Заглянуть Посмотреть Реально ли Че-то Вылетает Ошибки Кто-то Писал Что вообще Письма На почту Аж Приходят Я не знаю Все как было На самом деле Поэтому Предлагаю Заканчивать И подводить Итоги Не так Ну что Мы с вами Имеем Вырубленный лес Пожар Вот эту Ночь Я бы отметил Достаточно Длинный Потому что Именно Прям Чувствуется Что она была Намного Дольше Чем Обычная Я не знаю Нормальное ли это Майнкрафт или нет Но я отмечу Для себя На половину Вырубленные Листва Деревья без листвы Пожар Длинная ночь Табличка И Вроде Все С мобами Все нормально С животными Все нормально С нами Все нормально Да и в общем-то Все Майнкрафт Не лагает Все прекрасно Как-то так Я думаю Поэтому Пишите то Что вы думаете В комментариях А я С вами Буду прощаться Всем спасибо За просмотр И до новых встреч И снова Здравствуй Друг На этом История Подходит К концу И Никакого Длинноногого Мы не Обнаружили Но Я хочу С тобой Поговорить Вот о чем Я Знакомился С Видеом Материалами Которые Заснял Гога И Меня Смутил Только Один Момент Давай Внимательно Его Посмотрим Ну что Увидел Что Нибудь Давай Посмотрим Еще Раз Что Это Было Я Не Знаю Мог ли Это Быть Какой Призрак Или В этом Мы Напридумывали Или Это Фотошоп Я Не Знаю Но Это Уже Останется Загадкой Навсегда Ну С Тобой Мне Надо Прощаться Потому Что Мистика Не Ждет До Новых Встреч Мой Друг Я Уже За Твоей Спиной